и снова всем привет сегодня получила такие замечательные аксессуары для еще одного моего хобби это алмазная мозаика и я уже собрала достаточно много таких картин поэтому у меня есть некоторый опыт которым я хочу сегодня поделиться с вами дело в том что до последнего времени вот сама не знала о существовании некоторых гаджетов которые могут очень вам помочь если вы увлекаетесь сборкой алмазных мозаик алмазной живописью по-разному и называют если вам интересно то продолжайте смотреть приехал ко мне вот такой замечательный чемоданчик здесь 60 баночек внутри есть кейсы поменьше есть вам даже побольше но это такой средний размер самый мне кажется удачный и все баночки доехали в целости и сохранности они из пластика и когда вы собираете мозаику то вот такое хранение намного удобнее чем то которое у меня было раньше раньше хранила стразы вот в таких коробочках ромашках мне казалось что достаточно удобно но если собираете картину достаточно большого размера где много разных цветов задействовано то таких ромашек у вас просто будет весь 100 уставленными все будет занят это все-таки не очень удобно если маленькую картину то да возможно такой вариант уместен но вот этот это вообще просто не могу никому посоветовать потому что выглядит конечно симпатично вот такая конструкция из баночек составленных одна на другую но когда вы развинчиваете крышку вам нужно отсыпать какое-то определенное количество страз то все это часто высыпается хаотично абсолютно порядке потому что не очень предусмотрено для аккуратного высыпания мелких предметов такие баночки и постоянно нужно все это отвинчивать развинчивать и главное что опять-таки вот 6 всего цветов здесь помещается что не очень удобно здесь высыпание конечно уже удобнее за счет того что вот этот край как бы меньше но тоже бывает просыпается так что думаю вот такими баночками все будет намного удобнее ну и конечно эстетика до этого у меня сохранилась вот такой картонный полусамодельные коробочки и чемодан конечно выглядит интереснее они кстати в разных цветах если то есть все черные с разными вот этой окантовкой мне понравилась такая голубая следующий немаловажный предмет это вот такие лоточки куда вы собственно высыпаете стразы и они бывают вот без этого тонкого носика это очень уже тоже неудобно поэтому попадались мне такие такие вот такие самые удобные конечно если вас остаются лишние стразы то именно с помощью такого желобка их удобно сыпать обратно если этой части нет то соответственно будете собирать все эти мелкие детальки по всему столу и даже по полу поэтому если только начинаете увлекаться то обратите вот на это внимание вам нужен именно такой лоток такой формы о существовании следующего гаджета я узнала вообще недавно это вот такой световой планшет у него несколько уровней яркости работает тут юсби вот так он горит на самой маленькой мощности еще раз нажимаете уже ярче все это становится и для чего же он нужен нужен он чтобы не испортить зрение когда собираете мозаику потому что очень часто бывает недостаточно внешнего освещения лампы сам вот этот холст на котором вы работаете очень удобно подсвечивать снизу то есть вы кладете этот цветовой планшет сверху это вашу канву лист с мозаикой склейкой с новой и глаза напрягаются меньше все эти мелкие символы видны лучше к сожалению сейчас нет ни одной мозаики в работе то можно было бы показать могу показать только на примере вот такого холста на подрамнике здесь подсветка не действует потому что есть подрамник но сама суть в том что вот в каждой клеточке мельчайшие символы соответствующие определенному цвету когда вы долго в не глядываетесь то конечно глаза напрягаются если все это подсвечены снизу то рассмотреть гораздо проще увидела эту вещь у одного из иностранных блогеров и подумаю что вот то о чем я давно уже мечта и пока еще не испортил окончательно глаза нужно срочно купить кстати у одного продавца все нашла если эти чемоданчики часто попадают на алиэкспрессе то планшет вот достаточно редкая вещь далее еще одна вещичка которая может облегчить вам жизнь это лупа такая нестандартная просто в подарок положили в одном из наборов с мозаикой и кстати у этого же продавца у которого купила чемодан и планшет были очки увеличительные но мне кажется тоже как-то чересчур тоже дополнительное такое будет напряжение на глаза если постоянно на вас эти очки а вот лупа это удобнее редко и пользуюсь но в принципе мне кажется она должна быть в хозяйстве это иногда надо и еще пару слов о инструменте которым вы пользуетесь сначала мне попался пинцет первом и вообще наборе и хорошо что картинка была маленькая намучилась честно говоря с пинцетом поддевать каждую стразинку и вкладывать на холст потом уже стала смотреть видео людей увлекающихся алмазной мозаикой узнала существование вот таких стилусов это намного удобнее комплекте со стилусом всегда кладут кусочек воска и вы просто поддеваете много этого воска и кончиком палочки уже взаимодействуете со стразинками намного быстрее проще получается поэтому советую вам даже не начинать пользоваться пинцетом но во всяком случае мне это очень неудобно и такого воска хватает очень надолго у меня уже собрано порядка пяти по моему картин и вот этот квадратик вообще еще ни разу я не использовала пользуюсь вторым и за пять картин второй вот в таком состоянии то есть фактически тоже цириком еще новый после того как я пересыпала содержимое пакетика в баночку мне удобнее отрезать номер прямо с упаковки и скотчем наклеить его сверху банки также можно написать номер маркером и впоследствии любой из пиртосодержащей жидкостью надпись можно удалить также легко как и скотч то есть тут уже на ваш выбор со скотчем конечно будет побольше возни но зато номер будет более отчетливо виден на самих картинах пару слов конечно если вы только начинаете то наверное разумнее будет купить готовую какую-то работу они абсолютно разных бывают размеров и на подрамниках и без начинала я именно с таких а потом уже когда я поняла что это хобби надолго вошла во вкус то стала заказывать уже по своим фотографиям по изображениям которые нравятся мне много сайтов предоставляют такую услугу вы им просто отправляете понравившуюся картинку заказываете размер и получаете алмазную мозаику по своему эскизу но единственный минус таких вариантов в том что там достаточно большие размеры то есть начинается все не видела я меньше 30 на 40 размера этот минимальный если просите сделать меньше то как-то у них не получается не знаю чем от себя возможно только мне это попадались такие варианты и это было все спасибо что посмотрели желаю вам много новых интересных хобби и увидимся скоро пока